Приветствую вас! В широком смысле слова люди ревнуют потому, что они не чувствуют себя достаточно значимыми. То есть ревность это недостаток собственной значимости, недостаток собственной ценности. И недостаток собственной ценности не в плане того, что это занеденная самооценка, хотя это безусловно и так, а именно в плане того, что человек не ощущает, что он значим вообще. То есть он не делает каких-то вещей, он не делает каких-то действий, которые бы соответствовали его ценностям. То есть соответствовали бы его чувствам, его чувственным, значит, переживаниям. И из-за этого, из-за того, что в его жизни мало чувственных переживаний, мало вот этой самой значимости, которые являются, по сути дела, производным между ценностями человеческими, да, и деятельностью. Вот. Человек начинает особо, именно, именно особо, выделять любовь, выделять отношения, как источник чувственных действий, которые дают, дают человеку, как раз таки, ощущение того, что он значит. Именно поэтому люди ревнуют. Также, можно сказать, что ревность, это, с одной стороны, практически всегда эгоизм, то есть человек считает, что отношения можно построить, может построить только он, и, ну, и никто больше, никто в целом мире отношения больше не построит, только он. Это, это первый момент. Второй момент. Ревность вызвана чувством страха, страхом одиночества. То есть человек не может представить себе, что он будет один. Человек не может представить себе, что он, у него не будет, например, эээ, ну, второй половинки. И, собственно, вторую половинку он воспринимает, именно, как вторую половинку. То есть вторую половинку он воспринимает, как часть себя, неотъемную часть себя. А это верная дорога к созависимству. Вот. Эээ, человек, человек может ревновать, по той причине, что, у него, эээ, чрезмерно, эээ, перегружено, эээ, значением, эээ, отношения, то есть он, эээ, он, эээ, в отношения вкладывает, ээээ, слишком много, слишком много, слишком много всего вкладывает человек в отношения. Вот. А, ну, такое, в принципе, что же бывает. Вот. И это означает, если человек вкладывает в отношения, эээ, чересчур много, это означает, что они для него имеют такое значение, какое, скорее всего, эээ, имело для него что-то в детстве. Они для него имеют такое значение, отношения, такое значение, которое, скорее всего, отдаётся чем-то созвучным, эээ, из детства. Опять же. Понимаете, да, о чём идет речь, я надеюсь. Вот. И это, ээээ, тоже очень важный момент, на самом деле. Я бы сказал, что это принципиальный момент, потому что для ревнивого человека отношения, это всегда, эээ, что побольше, чем, просто отношения. Для ревнивого человека отношения, это, эээ, всегда, эээ, какая-то, знаете, прямо вот, ээээ, очень важная, ээээ, задача, очень важная цель, очень важная миссия, я бы так и так это назвал. Вот. И ревнивый человек, он, ээээ, значит, в принципе, ээээ, воспринимает другого человека, как, ээээ, составной элемент, своей безопасности. То есть ревнивый человек, как правило, всегда, ээээ, ну, контролирует, да? Ага, контролирует, эээээ, ну, своего любимого, ээээ, ну, своего любимого. Что тот уйдет, вот. А страх, ээээ, что человек уйдет, внушает ощущение небезопасности. То есть, ээээ, такое чувство появляется у человека, что он, ээээ, значит, ну, что он не в безопасности. И, что у него есть, ээээ, основания для того, чтобы, там, грубо-грубо говоря, бояться, для того, чтобы переживать и так далее. Вот. И, и, безопасность, безопасность является, конечно же, ээээ, одной из, ээээ, базовых потребностей человека. Ага, здесь принимает, ээээ, формулу ээээ, переноса. То есть, человек, ревнивый человек, он переносит на своего любимого, да, эээээ, значит, ответственность за свою безопасность, безопасность. Вот. И тем самым заставляет его страдать. Так же, так же, очень часто ревность связана с тем, ээээ, значит, что человек относится как-то крайне негативно, ээээ, к изменению, к сексу и так далее. Это тоже эгоистично, ээээ, 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 эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ изменяли родители, вот, и он боится, что такая история произойдёт и с ним, что ему будут изменять. Или человек считает, что если, например, ему изменят, да, то он будет думать о себе как-то очень плохо-плохо, хуже и так далее. Вот, то есть это, ну, это тоже такая вот позиция, да, значит, при которой человек превозносит, скажем так, значение действий другого. Потому что его это волнует, потому что его это беспокоит, беспокоит, ну и так далее, и так далее, и так далее, вот. Ревновать человек может ещё и по той причине, что ему кажется, да, ему кажется, что другой человек, его любимый, это не что иное, как вещь. То есть вещь, она должна, соответственно, принадлежать ему далеко, то есть без, ну, без соблюдения личных границ каких-то. То есть ревность возникает ещё и потому, вот, что у человека не простроены личные границы. Собственные личные границы, у человека попросту, попросту, попросту нет. Вот. И это также очень сильно влияет на отношения. Наконец, ревность может быть из-за недостатка формирования гендерной принадлежности человека. То есть это постоянно по сути дел борьба. Это постоянная борьба за первенство среди, значит, ну, среди конкурентов. Если есть, например, мужчина, то он хочет быть лучшим, если это женщина, то она очень хочет быть лучшим. Вот. И так далее. И мало кто задумывается над тем, что нельзя быть лучшим или лучшей, да? Что можно быть, по факту можно быть только лучше, чем мы есть, например, допустим, сегодня, да? Можно быть лучше, чем мы были, там, вчера, например. Вот. Вот это можно сделать. А быть лучше всех, быть лучше всех нельзя. К счастью. Потому что нож, это очень тяжелая. Ну, вообще, для любого, для каждого. Вот. Но, подобные установки могут быть как следствием того, что он человек не сформировался как гендерный индивид, так и следствием того, что ему не давали. И, в общем и целом, проблема ревности сводится к тому, что я не в порядке. То есть, проблема ревности сводится к тому, что со мной, именно со мной, возможно, что-то не так. Вот. И я, соответственно, боюсь этого, того, что со мной что-то не так. делать, но делать я ничего не хочу. Для того, чтобы, ну, чтобы это как-то, например, изменить, как-то, например, поменять и так далее. Вот. Делать я ничего не хочу. Для того, чтобы это изменилось. Вот. И, соответственно, такому человеку, опять же, легче за счет других пытаться компенсировать свои минусы, чем, значит, ну, чем работать над собой. Вот. Это тоже нужно понимать. На мой взгляд, это очень важный аспект. Вот. Дальше. Предвидником ревности является, с одной стороны, долгий поиск девочки. То есть, ну, в вашем случае, да, девочки. То есть, что значит долгий поиск девочки? Долгий поиск девочки означает, что вы долго ищете ее. То есть, как правило, много уделяете этому внимания. Вот. Чересчур много уделяете внимания отношениям. Вот. Ну, то есть, отношения именно между, между вами и девочкой. То есть, вы стараетесь все обязательно предусмотреть, вы стараетесь, чтобы все было хорошо. Вы именно заботитесь об отношениях. То есть, не о самой девушке, да, а об отношениях. Вот. То есть, сама девочка, она вас, как бы, не особо вроде и волнует даже, получается. Вот. Приветником ревности может быть и то, например, что вы хотите, ну, влюбиться. То есть, вы хотите полюбить, вы хотите, чтобы у вас был кто-то. Это тоже может быть предвестником, тоже может быть таким, ну, преднаменованием ревности. Вот. То есть, это вот такой вот аспект, такие вот моменты, которые, мне кажется, можно было, ну, можно вам, значит, сказать, да, которые можно вам выделить. Но все, конечно, индивидуально. Вот. И все рассматривается индивидуально для каждого конкретного человека. Вот. Надеюсь, это вы понимаете. Понимаете. Дальше. Значит, я хочу узнать и рассобраться в том, что такое ревность. Ага. Ну, тут не нужно перегибать палку, да. Вот. И нужно понимать и понимать, что иногда, иногда ревность, если она обоснована, если для нее есть основания, да, потому что ревность, она бывает ведь и обраданной. Когда человек действительно вот любит, да, ну, любит партнера, вот, уделяет ему внимание, уделяет ему силы, да. Вот. Значит, полностью отдается ему и видит, что другой партнер, он помимо него еще там, например, флиртует или общается с кем-то. Вот. Ну, совершенно понятно, что это неприятно, для любого человека будет неприятно. Вот. Ага. Подобный, подобный аспект, а, аспект. Вот. И, соответственно, в этом случае, в этом случае, можно говорить о том, что ревность здесь, она вполне себе обусловлена. И она свидетельствует о том, что человеку не все равно. Она свидетельствует о том, что человеку не плевать. Вот. Ну, просто не все равно. Не все равно на другого человека, что его волнует другой человек. Так что, так что ревность иногда, она бывает и, в общем-то, позитивной. Вот. Ну, естественно, в исключительно разумных пределах, да, вот, потому что очень легко сделать ревность, с своим, самым главным чувством, и тогда можно уже забыть про, ну, про спокойные, значит, хорошие, доверительные отношения. Вот. Я думаю и думаю, что, что примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Мне, конечно, было бы интересно узнать, по какой причине, значит, вас интересует, вот, ну, ревность, да, то есть, если вы ревнуете, что это одно, если у вас ревнует партнер, это другое, вот здесь в зависимости от, скажем так, того, кто именно ревнует, подбираются действия, подбираются стратегия, вот, по моему опыту, по моему опыту я могу сказать, что легче и продуктивнее работать с тем, кто ревнует, потому что тут будет, ну, более эффективно, более эффективно будет работа, вот, ну, в этом случае, в этом случае будет более эффективно работа, вот. Вот, но иногда, иногда ничего не остается, кроме как работать с тем, с тем, например, никто ревнует, да, работать, а иногда ничего не остается, кроме как работать с тем, кого ревнуют, вот. И, соответственно, в этом случае, в случае, если работать с тем, кого ревнует, то можно, поменяв, значит, поведение человека, того, кого ревнуют, да, можно добиться определенных результатов, вот, такое тоже бывает, правда, через, конечно, определенный негатив, через определенный, ну, через определенный деструктив, через определенное сопротивление, вот. Конечно же, без этого никуда, но, по крайней мере, по крайней мере, это лучше, чем что-то, вот. Я думаю, так, то есть, старайтесь воспринимать ревность все-таки больше как, значит, показатель, ну, во-первых, показатель того, что человеку не все равно, как минимум. Вот. Вот. То есть, человеку, как минимум, мне все равно, человеку, как минимум, мне плевать, да? А дальше уже можно будет, там, исходить из, так сказать, генериса, исходить из того, что за этим стоит и как, как это все себя проявляет. Вот. Вот. Надеюсь, что ревнуют все-таки вас, а не вы, вот. Надеюсь, что не вы попали в эту сеть, но, если даже и вы, то помочь вам, я думаю, все же можно в любом случае, так или иначе. Главное, что у вас было желание что-то делать, да? Вот. Вот. А, значит, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я думаю, что именно так можно ответить вам на тот вопрос, который вы задаете. Вот. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались, значит, дополнительные, дополнительные какие-то вопросы. Вот. Вот. Вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вот. И помните одну вещь, что у любой деятельности всегда должна быть цель. То есть, если вы что-то делаете, если вы чем-то занимаетесь, то тогда должна быть цель. То есть, нельзя такие вещи, ну, вот, то, что касается человека, да, то, что касается вас, например, или это что касается того, что, значит, ну, того, что с вами происходит, да, нельзя узнавать просто так. Потому что это достаточно злую шутку может с вами сыграть. Вот. Поэтому я хотел бы предостеречь вас от какого-то праздного прояснения ситуации и узнавать только то, что действительно для вас имеет существенное, серьезное значение и так далее. Хочется также отметить то, что я забыл сказать, что ревность может вытекать и в болезнь. То есть, ревность может быть болезненной, ревность может быть в виде расстройства психического, в виде, например, бреда ревности. И тогда уже человеку требуется не что иного, а профессиональная помощь, значит, врача, потому что только врач может в этом случае помочь. Бред ревности проявляется в том, что в особой форме, острый, агрессивный, откровенно нереалистичный, вот, и так далее, и так далее. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что все это было для вас полезно. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!